Девушка остается девушкой даже за колючей проволокой. В исправительной колонии номер 7 накануне Международного женского дня устроили конкурс среди осужденных «Красота в неволе». Редкий случай, когда униформу можно сменить на элегантное платье и туфли на шпильке. Участница заявила, что здесь, например, в исправительном учреждении номер 7 у нас 9 отрядов, с каждого отряда по одной участнице. Буквально 2 часа назад мы провели такое же мероприятие в исправительной колонии номер 3, только приехали оттуда. Там всем очень понравилось, тоже был полный зал. Лицы приглашенных и осужденных, все с овациями, с восторгом все это восприняли, всем подарили цветы, все прошло великолепно, осужденным очень понравилось. Кольца, серьги и браслеты на зоне под запретом не положено. Тоже касается яркого макияжа, но это в повседневной жизни. На праздник девушки могут наряжаться на свой вкус. Готовились конкурсантки не одну неделю. Сами шили платья, придумывали образ и готовили творческие номера. В этой колонии конкурс такой в первый раз, я попадаю на него в первый раз. На самом деле масштабное мероприятие для колонии, и мы готовились, очень долго готовились. То есть у всех свои задумки, танцы, выступления. Вы сейчас сами все это увидите. Но я считаю, что для колонии это масштабное, грандиозное выступление. В программе конкурса «Визитка», рассказ о своей малой родине, дефиле и творческое выступление. Песни, танец или стихи. Кто получит корону победительницы, решит жюри. Но без цветов и подарков в этот день не осталась ни одна девушка. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.